Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодняшняя тема нашей беседы – безопасность на улице. У нас в гостях Валерий Фомичев, заместитель начальника УМВД по охране общественного порядка. Здравствуйте, Валерий Фомичев. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот те случаи нарушения общественного порядка, которые у нас на сегодняшний день происходят, какие причины, почему люди идут на какие-то мелкие преступления? Ну, охрана общественного порядка, она у нас организована с такой целью, чтобы как можно обезопасить граждан, которые находятся на улице, в вечернее время гуляют с детьми, сами просто отдыхают, чтобы они чувствовали себя в безопасности. В связи с этим в Рязанской области на службу заступает 74 патруля. Из них 40 патрулей пеших и 34 автопатруля. Помимо этого, 105 экипажей ГИБДД, 33 группы немедленного реагирования с охраны вне ведомственной заступают на службу. Все это делается, чтобы как можно люди чувствовали себя безопаснее на улицах. Ну, ежедневно с улиц доставляют где-то примерно свыше 100 граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают общественный порядок, мелкое хулиганство совершают. Все это делается для того, чтобы спрофилактировать их поведение в дальнейшем. Потому что многие пьяные, не хватает им, как сказать, денег, чтобы еще употреблить вина, других алкогольных напитков, начинают заниматься разбоями, грабежами. А вот когда сотрудники патрульно-постовой службы и участковые, полномочные полиции их убирают с улицы, все-таки меньше совершаются грабежи. Ежедневно с улиц Рязани доставляется свыше десятка подростков, которые находятся в вечернее время и нарушают наш закон Рязанской области о пребывании подростков в вечернее время на улицах. То же самое лучшее. Пускай мы их лишний раз уберем с улицы, вызовем родителей, и они не совершат никаких противоправных деяний. Тем более началась весна, и вот эта вот хорошая погода, она провоцирует иногда наших подростков, чтобы погулять, пошуметь, покричать. — Скажите, а в праздники количество подобных правонарушений обычно увеличивается? — Ну, как правило, показывают, что все праздники сопровождаются хорошим употреблением алкогольных напитков. Поэтому, когда наступают праздники, мы увеличиваем плотность нарядов на улицах, в скверах, в местах, где пребывание народа связано с какими-то проведениями, увеселительными кампаниями, какими-то праздниками. Чтобы не портить многим людям, которые пришли, настроение, мы увеличиваем плотность нарядов, чтобы убрать вот этих пьяниц, которые шумят, кричат, мешают вести нормальный отдых и образ жизни нашим гражданам. — Скажите, пожалуйста, а сознательные граждане помогают полиции? Поступают какие-то тревожные сигналы со стороны людей, на которые ваши сотрудники реагируют? Насколько часто? — На наших машинах везде написано «телефон и доверие», да и телефон 02, он у нас не молчит, конечно. Да, граждане сейчас более стали сознательные, регулярно звонят в отделы, сообщают о тех или иных нарушениях общественного порядка. На все мы реагируем. Наши сотрудники нацелены на выявление преступлений, раскрытие преступлений по горячим следам. Поэтому, пожалуйста, звоните. Мы только рады, чтобы побыстрее выехать, разобраться в скандальной какой-то ситуации и помочь народу, чтобы они более себя спокойно чувствовали. — А вот, может быть, вы посоветуете, как вообще человеку себя вести в какой-то, ну, такой критической ситуации? Если вдруг на него напали, стоит ли пытаться оказать сопротивление или, я не знаю, проще убежать? — Вы знаете, ну, хочется самое простое сказать, ну, не ходите вы по темным улицам, ходите по освещенным улицам, ну, продумывайте, где идти. — Зачем лишний раз рисковать? Но уж если видите, что что-то такая, компания какая-то стоит, лучше ее обойдите. Но уж если видите, что эта компания что-то совершает, практически у каждого есть сотовый телефон, но не доходя до этой компании, сообщите в милицию, что вот собрались те или иные граждане или подростки, которые шумят, нарушают общественный порядок, подъедет экипаж наш и разберется в данной ситуации. Если будут нарушать грубо общественный порядок, то будут задержаны, доставлены в райотдел для составления административного производства протоколов на них. — Вы знаете, совсем недавно на нашего коллегу напали хулиганы вечером, но он сумел им дать достойный отпор, и, в общем-то, благодаря ему преступники были задержаны. Насколько часто у вас бывают вот такие случаи, когда, в общем-то, обычный рядовой гражданин смог оказывать такое сопротивление? — Бывают очень часто, и мы таких людей поощряем и награждаем, мы их вызываем в управление внутренних дел, где вручаются им подарки, грамоты. У нас очень много сейчас членов добровольной народной дружины, по области где-то две с половиной тысячи. Мы их привлекаем к охране общественного порядка. И вы знаете, среди них есть люди, которым это дело нравится, и в дальнейшем многие из них, но не многие, а ребята есть, которые такие, понравилась им эта работа, переходят на службу в органы полиции. Нам помогают очень сильно ЧОПы, частно-охранные предприятия, мы на все их мероприятия приглашаем. В основном они, эти ЧОПы, создаются из бывших сотрудников орган внутренних дел, военнослужащих, которые привыкли к порядку, они понимают в этом, и нам очень сильно оказывают помощь. Мы всегда стараемся с ними взаимодействовать. То есть сейчас народ стал больше осознавать, что надо за порядком следить всем, потому что одной полиции не хватит на всех. Казаки очень хорошо себя зарекомендовали, всегда они на помощь к нам приходят, с нами вместе патрулируют. Но мы только за, за совместные мероприятия. Ну и, как вам сказать, когда присутствует какой-то посторонний, и сотрудник полиции себя ведет, как можно сказать, корректнее, уважительнее гражданам, потому что знают, что со стороны-то на него смотрят. Знаете, иногда люди, ну вот какое-то такое уже представление сложилось, что вот такие мелкие преступления, кражи на улице, да, сумку украли, мобильную украли, что они чаще всего не раскрываются, и поэтому люди даже иногда не обращаются в полицию. Правильно ли это? Или все-таки стоит? Вы знаете, это больше бытует мнение человеческое, что ничего не раскрывается, ничего не ищут. Все судят вот о работе полиции, по постовым, может быть, которые ходят по улицам, но поверьте, основная работа полиции, это ее не видят граждане. Это уголовные дела, различные документации, розыск преступников. Мы не можем афишировать свою работу по розыску преступников. Поверьте, очень много мы раскрываем преступлений, и преступники потом привлекаются к уголовной ответственности. Так что, если у кого-то что-то случилось, но не надо в себе держать, вы обратитесь, а потом посмотрите на результат. Валерий Евгеньевич, во время парада как ваши сотрудники будут нести службу и охранять общественный порядок? Значит, хочется гражданам сказать, что в период проведения парада будут перекрыты улицы, не будет ездить транспорт. Поэтому 9 мая кто собрался ехать куда-то в деревню, на природу, на дачу, пожалуйста, до 8 часов покиньте территорию города, и чтобы вам не было потом проблемно выехать за пределы нашего города. Естественно, будут все улицы, как вам сказать, патрулироваться. Мы будем привлекать дружинников, ЧОП, оцеплять, где будет проходить парад. И постараемся в целях недопущения террористических актов, все это будет обследоваться собаками на выявлении взрывчатых веществ. Ну и люди будут нести службу в усиленном варианте. То есть, сотрудники полиции будут работать в усиленном варианте. То есть, у нас праздников практически не будет. Зато мы будем спокойны. Ну, каждому свое. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что майские праздники пройдут без каких-то серьезных нарушений и происшествия. Я только за это. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!